Крещение Господня – один из 12 главных христианских праздников. Отмечать его начали еще с апостольских времен. Праздник установлен в память о евангельском событии, когда 30-летний Иисус Христос крестился в водах Иордана. Так было положено начало таинству крещения, через которое человек очищает душу и приближается к Богу. В Крыму 18 и 19 января в каждом городе и селе, где из храмы пройдут богослужения, также будут организованы крестные ходы. Обряд омовения церковь призывает не превращать в экстрим. Самое главное в празднике крещения был не вот этот такой экстрим, а молитва, соединенная уже с каким-то омовением, с использованием правильным крещенской святой воды. Вот это самые главные такие моменты, на которые стоит обращать внимание. Конечно, это внешний вид, это образ подготовки. Мы к любому большому празднику готовимся как-то, к дню рождения мы готовимся. Это большое событие, к которому тоже нужно готовиться и духовно, и физически. Поэтому правильно это делать следующим образом. Сначала прийти на богослужение, помолиться о здравии, о почивших родственников, попросить у Бога помощи, заступления, и уже только после этого там совершать какие-то окунания, омовения. Полным ходом подготовка к празднику проходит и у крымских спасателей. Для крещенских купаний в Крыму оборудовано 46 мест, где смогут совершить омовение порядка 9 тысяч крымчан и гостей республики. На местах будут дежурить сотрудники МЧС, полиции и медики. Водолазы продолжают проверять участки водоемов, чтобы они соответствовали всем правилам безопасности. Место по методическим рекомендациям предварительно должно проверено быть распотребнадзором на отсутствие каких-то химических соединений для безопасного проведения этого мероприятия. Безопасность будет обеспечиваться спасателями, соответственно, оборудование, будут спасательные круги, концы Александрова, все как положено, водолазные специалисты в гидрокостюмах, лодки спасательные. Спасатели напоминают крымчанам о необходимости придерживаться элементарных правил безопасности во время крещенских купаний. А также отмечают, ответственность за безопасность детей лежит в первую очередь на родителях. Людям, у которых есть проблемы со здоровьем, заходить в воду не стоит. Остальным в холодном источнике рекомендуется провести как можно меньше времени. Рекомендуем находиться в воде не более одной минуты, потому что дальше уже начнется переохлаждение тела. Соответственно, с собой полотенце банное, чтобы тело высушить после ритуала досуха, головной убор теплый, чтобы голова была в тепле, и, конечно же, горячий чай. Ни в коем случае не алкоголь. Крещенские купания будут проводиться на море, водоемах, купелях. Полный перечень водных объектов размещен на сайте МЧС Крыма. Мария Моссур, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ.